Потому что какие у нас есть дискуссионные площадки? У нас есть Эхо Москвы дискуссионная площадка и все. А Радио Свобода это была вторая дискуссионная площадка, причем более крутая, чем Эхо Москвы. Почему? Потому что она на всю Россию. И кроме того, это удобно. Так сказать, Эхо Москвы это российская радиостанция, а там можно сказать, что это враги. Но, видите, все имеет свой конец. Да, Соколова? На что я надеюсь? Честно говоря, я считаю, что все заканчивается. И, наверное, не знаю, все тут выходят и говорят, мы надеемся, мы надеемся. Я, например, не надеюсь. Я восхищаюсь ребятами, которые, как вы здорово сказали, не развалились, пришли, собрались, ведут свой сайт. Бог его знает, к чему это приведет. А волны всякие, короткие, средние, длинные, играют все меньшую роль. И кто знает, что будет через две недели. Поэтому, закончу Эхо Москвы. Вы знаете вот это выражение «по гамбургскому счету». Значит, по гамбургскому счету, вот как кто-то там выходил из Бугаревской шинели, значит, медийщики делятся на две части. Первые, кто признают, что они вышли из шинели, из эфира «Радио Свобода», это абсолютно все среднее и старшее поколение Эхо Москвы, которые все это знают. А те, кто говорит «да нет, я сам», ну это чмошники какие-то, понимаете, которые, так сказать, сами себя не уважают и профессию свою не уважают. Я хочу сказать «Радио Свобода», вы там распылены, там, в общем, всякие у вас проблемы. Но дело в том, что я честно вам признаюсь, я вас очень люблю. Потому что я и есть это вы, я вами взращен, вашей интонацией, вашим мастерством, вашим умением писать, говорить, оценивать смелостью, с которой вы делали это. Откуда это у нас, более молодого поколения, через полгода шестьдесят? Да, это я хорошо сказал. От вас. Поэтому ровное, мощное чувство любви к этой радиостанции, которая сделала меня как журналист. Спасибо вам большое.